друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзорный канал big big family мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что ребятки мы с вами обсудим сегодняшний киношедевр под названием кто приехал сильно расстроилась честно могу сказать я по вам очень сильно соскучилась с пятницы у меня уже не было обзоров на big of потому что я себе в кои-то веке сделала отдых на ю тубе аж целых два дня и субботу и воскресенье вчера хотела сделать big of но вчера не получилось как говорится не срослось поэтому вышла к вам сегодня всех очень рада видеть и конечно же когда вы пишете комментарии очень приятно их читать но комментарии адекватных зрителей неадеквашки да ну что делать как говорится да а что делать друзья мои как быть у леночки кстати комментарии закрыты не знаю не знаю но по крайней мере на данный момент я не знаю на их кто открывает там то закрывает то там она рассказывает что их youtube значит закрывает эти отключает комментарии она потом их вручную включает в общем что-то у нее там творится непонятно с этими комментариями я если честно все таки подумываю что это леночка сама там мутит с этими комментами но опять же утверждать не буду потому что ну узнать наверняка может только она сама что у нее там происходит потому что вечно у нее какой-то там шох ворох с этими комментами да то они закрыты то они закрыты возможно вот к тому моменту когда выйдет мой обзор леночки опять будут открытой комментарии ну а если закрыты друзья мои туда представляете сколько сколько от леночки ломанется как всегда писать всякого рода гадости ну что ж как говорится кто о чем да не забывайте подписываться на мой бусти канал там каждый день выходят очень интересные обзоры на разных разных блогеров ссылочку на этот бусти канал я закреплю в описании к этому ролику а также в закрепленных комментариях то есть просто по ссылке переходите подписывайтесь и там исключительно эксклюзивные обзоры которые я не дублирую потом не на ютубе не в телеграм-канале то есть а их могут видеть только мои зрители с бусти канала ну что друзья мои в общем то давайте собственно перейдем уже непосредственно к самому сегодняшнему ролику кино шедевру начало ролика все дома уже хорошее начало да но я имею виду что лена с детьми на том же месте в тот же час все как всегда утро потягушки расслабились все конечно же утренний такой релакс но и знаете момент тут же резко лена переключает камеру и вуаля она уже в руках с пылесосом бедный джерик я думала она сейчас его этим пылесосом засосет джерик даже немножко знаете опешил от неожиданности от того как лена быстро быстро резкими движениями начала направлять на джерика этот чудо пылесос и джерик мне показалось даже сначала испугался но потом было видно что он как бы не боялся пылесоса да ему было интересно он подходил как раз таки к этому пылесосу но я к тому что все животные абсолютно по-разному относятся к пылесосу вот моя кошка наша кошечка которая сейчас у нас живет она боится пылесоса уходит сразу куда-нибудь в другую комнату а предыдущая кошечка которая прожила 22 года она обожала пылесос когда пылесос включали она прям бегала за ним везде абсолютно везде ну и было это интересно ну и джерик собственно туда-сюда туда-сюда ну а лена в этот момент пока джерик там заигрывает с пылесосом лена начинает жаловаться да друзья мои дожили лена уже жалуется на пылесос говорит ой пылесосить так сложно я горит уже себе мозоли на руках говорит все говорит у меня все руки в мозолях и говорит после этого пылесоса у меня говорит еще полчаса руки трясутся я вот думаю думаю друзья мои от чего такой тремор рук то ли от пылесоса то ли от того что накануне возможно кто-то перепил процека а как знать куда и я кстати нисколько не сочиняю ли она сама показывает нет конечно мы все можем выпить все можем расслабиться да но в любом случае в общем вот понимаете у всех все проходит просто на раз-два у всех все как-то знаете лайтовые так далее только у лены все через боль все через какие-то испытания и даже вот это знаете вот это пропылесосить женщине которая по сути да не по сути а так и есть сидит дома да и нигде не работает с утра до вечера но даже здесь у нее большая проблема даже здесь олене вот все время что-то что-то да не так да она говорит вот смотрите смотрите вот вот только начала убираться посмотрите говорит сколько кругом мол одна шерсть ну собственно это неудивительно учитывая что у нее и собака и три кота да двое из которых достаточно длинношерстные в общем ладно далее демонстрирует лена свой завтрак вы знаете ее аппетиту может позавидовать каждый человек да ну а и в том числе и тому что не в коня корм хотя опять же это знаете я бы сказала дело вкуса да всем нравятся разные фигуры деквот леночка продемонстрировала пять сосисок и не надо мне рассказывать сказки что сосиски такие маленькие при маленькие маленькие при маленькие знаете вот даже маленьких сосисок пять штук вот в меня бы но никак не влезло вот честно даже при всем моим желанием не было бы их не осилить короче на тарелочке по-сиротски лежали пять сосисок ма ну таких знаете нормальных да выглядели они нормально вполне себе хорошо два яйца яйца были разрезаны на пополашки на пополамки и с майонезиком да вот лена к тому что она ничего ничего такое не люблю не жирное не соусы не люблю но майонез лена готова есть мне кажется ложками а еще был хлебушек а еще была кока-колка а еще были был виноград был сыр короче лена подготовилась просто знаете можно с такими припасами идти куда-нибудь на пару дней куда-нибудь в какой-нибудь тур поход смело и можно точно не проголодаться ну правда лена говорит не яйца а яички ну что ж как говорится у кого-то яйца действительно у кого-то яички пусть будет так далее далее чё там было друзья мои значит показала на свой завтрак мол посмотрите смотрите ну и что и показывает опять нам котов все хорошо все прекрасно и бац чп произошло чп лена очень расстроена стиралка у нее вроде как сломалась но сломалась не работает и она говорит боже мой хватается буквально за голову я говорит не знаю что делать говорит вот детям в школу идти да а я даже говорит элементарно не могу никак постирать детям вещи к школе не знаю не знаю говорит что и делать слушайте даже если представить что вот да вынь да полож нужно срочно так скажем освежить вещи к школе ну в принципе да я думаю не не составит никакого труда ну никто ж не говорит что тебе надо стирать каждый день там ходить куда-нибудь на речку и так далее нет понятное дело у всех уже давным-давно есть и стиралки да и сушилки есть у людей и так далее ну даже если вот у тебя такая ситуация ну а что делать как говорится от этого еще никто не умирал взяла бы вручную там что-нибудь простирала и потом что у тебя нет ничего на замену да в школьных детских вещей я что-то если честно не поняла у них же не по одной футболке правильно правильно в общем срочно срочно лена говорит что началась самой настоящей у нее истерика но особо то я не видела чтобы она там истерила мне кажется это было более знаете так показушно на камеру на камеру и возможно это показуха была именно для вовчика я так понимаю скорее всего чтобы вова все-таки прочувствовал да что вот он в ответе за тех кого он приручил в ответе за свою жену за своих детей и несмотря на то что лена про него говорит очень нехорошие вещи да осыпая его всяческими в кавычках комплиментами все-таки чтобы вовка поимел совесть да как-то решил эту проблему лени лена говорит не знаю что делать началась истерика говорит звонила уже всем говорит срочно срочно пыталась искать сервисную службу а ну в общем говорит вроде как нашла ждет ждет помощи далее увидев катю ребят которая тоже сидела носом в экране телевизора лена ей сказала сделала замечание говорит катя ну ты же не играешь садись иди на диван то есть когда ты играешь нужно сидеть уткнувшись носом непосредственно в экран как это делает лаврик да лёва ну то есть лаврику можно а катюшке как всегда ничего нельзя да ты же не играешь иди говорит садись на диван а вот когда она проходит мимо лавруши который сидит уткнувшись носом в экран лени пофиг леники лена никогда не думает не париться вот там зрители пишут говорят вот пусть она там обратит внимание на одно на другое на третье у детей там проблемы со здоровьем ребят об этом уже говорено переговорено миллион раз мне кажется ей вообще до этого нет никакого дела ну просто нет ну вот тебя она любит да а дальше ну как говорится ладно чё там пусть как хотят сами сами должны все понимать далее далее лена рассказывает о том что господи столкнулась говорит значит с этими службами со всеми да службами сервисными и так далее это говорит какой-то кошмар срочно говорит в америке никого вызвать нельзя говорит столько сайтов столько перебрала говорит столько перезвонила столько переобщалась в общем возмущается не знает что будет дальше вроде как состыковалась там с кем-то позвонила значит да маша видимо позвонила рассказала о беде о проблеме значит должен прийти папа машиной так сейчас чтобы цепочку это не потерять должен прийти значит папа машиной подружки приятельницы которые как раз таки как лена сказала по этому самому делу ничего не подумайте смысле чинит бытовую технику друзья мои да в общем у лены там целый целый кавардак уж не знаю как там с сервисом у нее обстоят дела на самом деле да но понятно что конечно эта ситуация не очень приятная но опять же я не верю что да безвыходных ситуаций как говорится не бывает может день два-три переждать ничего там страшного нет можно обратиться сразу только ну как правило да если стоит очередь опять же определенная на какие-то там починки на какой-то ремонт да если ты хочешь быстрее но тут уже тебе уже надо как-то выходить из положения короче ладно это ленина проблема пусть она ее занимается взрослая тетенька взрослая женщина ей уже 45 лет уже наверное сама в состоянии чтобы это ни было решить но с другой стороны опять же она привыкла да что это все всегда решал вовка поэтому возможно для нее сейчас даже самая мало-мальская какая-то проблемка да которая по сути не стоит выеденного яйца но вот для нее она кажется такой большой большой проблемой поэтому ее истерики и так далее ничего научится если будет жить одна научится посмотрит каково как говорится это дело да но и потом собственно уже не будет так остро реагировать на моменты которые того не стоит ну потому что это не какие-то серьезные да проблемы серьезные ситуации не какие-то проблемы со здоровьем родных и близких и так далее далее друзья мои случилось чудо аллилуйя это произошло произошло друзья мои лиза таки явилась не запылилась приехала да я думала бы ее вообще теперь никогда не увидим но лиза приехала столько говорили про лизу лиза едет лиза приедет лиза собирается лиза так хочет лиза так соскучилась и так далее знаете вот как бы я хорошо не относилась к лизе ну я вот смотрю ситуацию со стороны да честно скажу мне лиза всегда нравилась всегда импонировала тем что лиза как-то вот где сядешь там и и слезешь да да она жила так как она считала нужным она видела всю ситуацию внутри семьи если маша позволяла маме ездить на себе да а вот и все на свете какие-то там моменты то лиза ну если что-то нравилось она делала не нравилось она не делала и собственно ну абсолютно нормально всегда достаточно адекватно себя вела за ее жизнью где-то там в инстаграм я не слежу мне это не интересно вот но дело в другом а когда приехала лиза вы знаете вот я заметила что лиза была постоянно в телефоне но постоянно просто в телефоне то есть она не столько с кем-то там общалась сколько была в телефоне и дети были счастливы да значит сначала там подбежал к ней лавруша она его там подняла на руки да потом значит катюшка к ней подбежала алина сразу сделала акцент ой ой катюшку лиза еле подняла но так хотелось сказать блин корми больше ребенка да вот корми больше ребенка вот этот вот бесконечный фастфуд вот эти вот сладости вот вот такой вот малоподвижный образ жизни такая красивая хорошенькая девочка катя да очень сильно поправилась и лена над этим смеется конечно ну не она же набирает лишние килограмм далее далее смотрю лиза так удивляется что джерик живет и спит в лениной комнате а я знаете что удивилась лена рассказывает нам постоянно как она тесно общается со своими дочками с машей с лизой несмотря на то что девчонки вместе с ней не живут что что так тесно общаешься с лизой что лиза не знает что у тебя живет и и спит у тебя в комнате джерик но мы все это видим да где лежит его лежанка опять же но в общем лиза удивляется так удивляется словно слышит это в первый раз это может говорить о том что они с мамой практически по большому счету даже по телефону не общаются далее друзья мои мать года как всегда встречала дочу ну знаете чем ну ничем по большому счету да захотела лиза борща так хотела лениного борща борща ехала прямо с мыслью о том что будет есть борщ но лена не оказалась сметана а лиза лиза по словам лены ест борщ исключительно только со сметаны без сметаны она его с ним может лена не начинает предлагать с майонезом а я сижу друзья мои думаю блин ну ты господи ну к тебе вот в кои-то веки да старшая дочка приехала ну тебе сложно было купить сметану ну тебе было сложно заказать какие-то продукты купить сметану да ну или сказать лизе лиза слушай у нас нет сметаны ты едешь ты хочешь моего борща да захвати банку со сметаной я не знаю ребят это просто какое-то нечто далее 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 значит что там еще было а уже уселись значит на диван лена принесла лизе там наггетсы ну все как обычно вот эти вот там всякие булки наггетсы ну больше нечего приготовить когда к тебе раз в пятилетку приехала старшая дочь и значит лена рассказывает о том как вот как вот смотрите говорит да да лиза смотри говорит сколько времени говорит ты знаешь какой он у нас дрессированный ты стал опять про дрессировку джерика я не знаю мы лично с вами что-то никакую дрессировку джерика не видели видим только то что иногда джерика перевозят в салоне автомобиля но лена сказала что очень много времени уходит на дрессировку джерика вот я просто ребят валяюсь далее про сервис значит лена сказал что никто там что-то не приехал да и там какие-то свои моменты они обсуждают и кстати вот а что я на что я еще обратила внимание да когда лиза приехала в основном она постоянно сидела с лавриком с лавриком с лавриком а я вспоминаю слова когда лена рассказывала о том что лиза да вот у них такая связь такая прям тесная связь с катюшкой и так далее я вот катюшки там вообще не наблюдала да катюша там была тогда когда она встречала лизу когда она там пыталась на нее запрыгнуть ее пыталась поднять на руки и на этом все все остальное время с лизой сидел лавруша 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 и с лизой с мамой потом просто с лизой сидели обнимались там целовались и так далее катюшки рядом не заметил то ли она пошла заниматься своими делами но опять же и лёвы толком там не было он что-то говорил за кадром но вот нет у них вот этого ощущения семью у них вот столько детей я говорю пятеро детей родить а ощущения семьи даже близко нет то есть тут там каждый вот живет словно сам по себе как будто знаете вот какие-то соседи по общаге они живут да ну так привет привет выходят там на кухню да что у них там еще общее в общежитии точно так же и здесь вот приехала лиза она уткнулась в этот телефон катя видимо пошла уткнулась в свой планшет лаврик бегал туда-сюда лёва тоже пару копеек вставил то есть не было даже какого-то оживленного общения между мамой и дочкой между лизой и другими братьями и сестрами да по сути-то у них и между собой нет никогда никакого общения вот смотришь со стороны и думаешь господи вот все-таки как-то нет нет чего-то такого да родства душ каких-то близких родственных родственных хороших таких отношений ну и собственно и все друзья мои ролик быстренько закончился там на 23 минутки но с другой стороны это намного лучше вот для меня такие ролики намного лучше да легче смотрятся нежели там вот эти вот вот это нудятина ленина растянутая на 45 минут когда она по сотому разу а говорит одно и то же на протяжении 45 минут то есть тут по крайней мере все там сказала сказала я перескакивала с темы на тему но опять же и по большому счету нечего снимать ребят вот такой у меня получился обзор продолжение следует не знаю что там будет со стиралкой ну в общем да чипе 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 что делать вовка наверное спасет положение а с другой стороны друзья мои если будут открыты комментарии либо леночка их сама потом откроет либо там в следующем ролике а я думаю что леночкина обожатели непременно у нее напишут ах этот вовка козел а чушь он не захотел там стиралку купить новую своим детям да что ж дети должны в грязной одежде ходить ну или там не захотел не захотел мастера вызвать и решить как-то эту проблему короче вечно какие-то проблемы которые должен решать вовка вовка ты попал да только не на тиви ну хотя да хотя и на тиви тоже а вообще-то попал даже если ты решил действительно уже все разойтись краями с леночкой то все-таки мне кажется леночка его в покое не оставит никогда друзья мои вот такой мне получился обзор продолжение следует всех целую обнимаю всем пока пока а